Всем привет! И в этом видео я хочу рассказать о своей новой покупке. Это часы с Алиэкспресс. Заказывал я их за 1000 рублей. Так-то они стоят 1600. На 11-11 они шли по скидке. И в этом видео я расскажу, как их настраивать, как они в принципе выглядят. И хочу показать свои старые часы. Вот как они выглядят. Видно, что они такие уже покоцанные все, расцарапанные. Батарейка даже села. Но перейдем к новым часам. А именно к комплектации. Упакованы они были в такую коробку. Коробка достаточно плотная. Внутри у нас лежит вот такой вот пакетик с вещами, там макулатурой. Ремешок. Я его специально уменьшал, потому что он слишком большой был. Вот такая вот штука, которую уменьшать сам ремешок. Но давайте перейдем к... что у нас лежит в пакетике. В пакетике у нас лежит салфетка у нас там есть. Также у нас там есть какая-то карточка кредитная. Я не знаю, что это даже. Ну просто какая-то пластмассовая карточка. И также есть макулатура. Начнем мы с платка вот этого. Он достаточно жесткий. Вообще не мягкий. И вот такая вот карточка. Не знаю, для чего она вообще нужна. Но пускай будет. Также макулатура. Если кому интересно, вот часы, ссылочка в описании будет. И вот эти часы, это модель седьмая. Кому интересно, тут переведете, почитайте, как их настраивать. Но я, в принципе, в видео покажу, как их более-менее там понять и настроить. Что же я хочу сказать по самим часам. Сами часы, они чуть тяжеленькие. Когда вы их купите, вы, ну, почувствуете, что они тяжелые. Но спустя три дня вы привыкнете. Также хочу поговорить о настройке самих часов. У нас есть вот основной циферблат. И я покажу, как настраивать дату. Вы чуть-чуть отодвигаете вот этот ползунок. Вот, если полностью отодвинуть, у вас настроится время. Но, как вот настроить секундную стрелку? Нажимаете верхнюю. И, как видите, маленькая стрелочка пошла. Чтобы вернуть ее назад, вы нажимаете, зажимаете, то есть, нижнюю кнопку. И у вас возвращается она в исходное состояние. Также покажу, как настроить дату. Чуть-чуть также выдвигаете, как я говорил, ползунок. Вот этот прям чуть-чуть, на серединку. И тянете его вверх. Все, у вас так настроится дата. Также тут есть еще какой-то циферблат. Я так и не понял, как он настроить. И вот такой вот циферблат, это как бы время там показывает день и ночь. Вот они как выглядят в сравнении с моими старыми часами. Видно, конечно, что разница большая. Также хочу поговорить о такой вещичке, которой вытаскиваете вы вот эти вот держатели, которые держат ремешок. Не знаю, даже как иголки вот эти. Она очень плохо сделана. Как только я вытащил первую иглу, начал вытаскивать вторую, вот этот наконечник, он погнулся. Его пришлось выпрямлять. Я потом опять начал вытаскивать, он опять погнулся. Очень, конечно, сделано плохо. Мне не понравилось. Вот как выглядит сама коробка со всех сторон. Очень плотная. В принципе, как подарок тоже пойдет. На день рождения, на Новый год. На любой праздник, даже просто подарить. Вот как часы выглядят со всех сторон. Стекло у них достаточно прочное, могу так сказать. Вот сзади как выглядят часы. Видно, что они уже чуть-чуть поцарапались. Ну, это такие микроцарапины. Вот как выглядит сам ремешок. Ремешок, в принципе, достаточно такое прям хорошо защелкивает. И просто так они у вас не отстегнутся, и с руки не слетят. Это надо постараться, чтобы они отстегнулись. В принципе, что я могу сказать по самим часам? Сами часы стоят своих денег. Может, есть какие-то намного лучше, но, в принципе, эти часы очень хорошие. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok